добрый день друзья и подписчики нашего канала я обещал вам показать как я сделал отопление полов в бане и объяснить весь принцип вот смотрите все очень просто вот это у нас две трубы идут на предбанник эти две трубочки идут то есть подачи обратка идут на баню в бане тоже пол подогревается выходит на то есть на раздвоение соединяются и пошли на подачу на котел здесь я железными трубками сделал вроде что подальше от котла что пластик не попавился но я думаю что не поплавится заходит в котел там я сварил в котле в общем типа как бы радиатор полдюймовый ход дальше идет трубка 25 сантиметров трехчетвертная отвод на 90 град это на 180 градусов и возвращается трубка чуть покороче 3 4 то есть от воды и трубка все из 3 4 трубы сделано обычной водяной 3 4 трубы и то есть она делает там два зигзага и выходит сюда и здесь уже переходит вот варены здесь на конце 3 4 трубы варены полдюймовые резьбовые концы и уже уголами я их отвел сюда и здесь здесь подается на вот это как бы радиатор если допустим вот сейчас как у меня баня не топится на фитиле горит я включаю просто чуть-чуть чтоб теплый пол был он такой комнатной температуры от тена там тен 600 ватт по моим стоит не больше вот и потом идет насос который гоняет то есть группа как положено делается и расширительный бачок на 2 на 2 литра он по моему где так самый маленький какой был я купил поставил все это соединил то есть если я зажигаю баню я вот этот тен отключаю совсем и у меня идет нагрев вот именно от котла потому что котел горит ну как достаточно хорошо газ и нагревается отлично полы то есть за два-три часа пока топится баня полы довольно таки ну прям можно сказать в бане вообще горячного то немножко если допустим 4 часа я топлю баню сильный мороз как вот сейчас зимой допустим градусов 23-4 часа топлю баню чтобы более-менее она прогрелась нормально чтобы можно было погреться попариться баня небольшая два с половиной на три также предбанник два с половиной на три термометр висит простой обычный чтобы шторку повесили полок небольшой чтобы можно было попариться ну и вся банька обшита липовая речкой так принципе бак для горячей воды если фитиль горит то она чуть тепленько такая комнатной температуры потому что труба принципе дымоходная чуть теплая из-за этого а так вот небольшая банька то бишь я сделал зимой можно принципе тэн этот не включать на фитилена прохладник но здесь она не моешься когда прежде чем мы все равно включаешь баню и получается отлично отопление труба у меня уши как он сшитый полиэтилен или как-то называется ночью для полов ушло у меня трубы на предбанник и баню где-то ну метров наверно около 50 не больше потому что я делал не спира это в общем не зигзагма спиралью как бы то есть она в круговую идет до середины потом в середине разворачивается в обратную сторону до наружу опять и там точно также в предбанник это в бане вот этот тэн вот он сейчас поддерживает такой градусов может быть ну 30 больше нету тепла ну плюс еще фитиль подогревает немножечко на фитильном слабо греет что там он горит еле-еле сейчас посмотрим его практически он еле-еле фитиль гореть от фитиля все-таки расстояние сантиметров где-то наверно 25 до радиатора а ну еще я сделал подставку под в самом конце радиатора на зигзаге на последнем сделал подставочку чтобы он все-таки от температуры не мог там ну не согнуться ничего не не повело чтобы просто в баке это котле поставил вертикально там площадку небольшую металлическую и вертикально трубу обычную полдюймовую такую же сделал и подставочку чтобы труба у нас не висела в свободном полете было на подставочке ну то есть вот так вот мы это я подложил здесь мне немножко прогиб получился подложил но и потом переделали над скобу купить переделав про зафиксировать трубу и все и здесь воздушник стоит вот сейчас плохо плохо видно плохо видно ну где-то 02 03 давление системе но система сделана просто я вот здесь сделал отвод и через него запитываю заливаю в систему я не воду конечно залил залил системы я обычный тассов где-то литров наверное 15 18 мне не больше ушло не больше 20 литров уже второй год у меня вот эти вот полы эту зиму первую я сделал радиатор вот это не были просто не оттена вот он очень дорогу стенам очень дорого полы подогрева вот сделал альтернативу к электричеству от газа сразу топится у нас энергии уходит в небо топим небо сделали такой радиатор я думаю он вполне устраивает нас летом в бане как такового и так тепло нам подогрев не нужен а здесь сейчас вот зимой когда именно в морозы тут уже нужно тепло из-за этого и как говорится теплые полы мы делали потому что было комфортно нормально мыться в бане ну вот и все просто элементарно все это сварить можно обычным паяльником полипропиленовая труба которые есть в любом магазине отводы и все это краны все это просто я поставил для того чтобы вдруг что-то случилось перекрыл кран допустим вот здесь кран поставил чтобы насос вдруг насос что случится для перекрыл насос снял другой поставил и опять открыл систему чуть дополнил ее и все то есть вот такая система элементарно просто компактно то есть много места не занимает ну вот это радиатор когда топится у нас баня трубы эти конечно горячного ты здесь тоже такие они относительно нормально принципе полицелена я брал для горячей воды который идет не для холодной а вот этот бачок как бы он расширительный ну не расширительным считается как нагревательный ну в дальнейшем можно если там увеличить радиатор чуть побольше сделать то здесь можно просто поставить две секции допустим батареи зимой еще быстрее будет нагреваться предбанник помещение предбанника то есть все для комфорта без всяких заморочек простенькая элементарно и все функции клирует все друзья до новых встреч подписываемся на канал будет много интересного